здравствуйте уважаемые болельщики как вы знаете подписная компания нашего клуба этим летом началась с приглашения самсона руженцева и мы сейчас здесь вместе с самсоном чтобы познакомить вас с ним получше чтобы вы узнали чуть больше чем в официальном клубном предпределении тамсон привет добро пожаловать в цска очень рада тебя здесь видите ты это историческое подписание потому что ты первый новичок этого лета прежде всего расскажи какие у тебя чувства здесь вот оказавшись в клубе в москве ну я очень рад на самом деле что оказался именно в цска я с малых лет смотрел этот клуб ходил на матч и болел и сейчас как бы быть игроком этого клуба это ну что-то да значит для меня там для моей семьи поэтому большая это новость а за кого-то болел вот у тебя были какие-то любимые игроки когда-то смотрел когда-то конечно мне очень нравился теодосич в это время рассмотрел гений баскетбол не могу сказать что как-то одарен там физически да но именно голова просто великолепно ну за последний год вышла в российской прессе два твоих больших интервью я думаю что наши болельщики уже их читали или захотят прочитают поэтому я не буду тебя очень сильно мучить вопросами которые там уже были раскрыты но тем не менее вот хочу тебя попросить немножко прям вкратце рассказать свою баскетбольную биографию как ты пришел в баскетбол с чего начинал кто там был твоим первым тренером и как-то оказался в итоге за рубежом ну начал играть баскетбол где-то лет в 10 или 11 и просто был там урок физкультуры в школе и тренеры мой первый пришел как бы набирать людей иван андреевич вилочкин да то есть он просто сказал что вот ребята из секции баскетбола там хотите запишитесь попробуйте а я всегда на физре как бы мяч на мячик там бросал с друзьями вот и я решил ну почему не схожу попробую вот и не очень понравилось это был как бы второй состав получается дюшера 56 вот там я начинал карьеру потом перешел в первый там несколько лет играл потом была тимиряевская тренировался с дюблом циска вот ну и перед тем как должен был подписать я уехал как раз в штаты вот штаты попал через сашу стрягина вы знаете наверное 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 ну да про футер используется агентство вот они мне помогли туда поехать ты себя сам считаешь представителем американского баскетбола или европейского больше ну как я с 15 лет играю в америке поэтому скорее скорее наверное все-таки американского но вы знаете за этот год который сейчас провел в европе очень многому научился очень много набрал именно и у меня такой можно сказать симбиоз произошел игр знаете у меня американский стиль есть и европейский ну и европейская игра вот поэтому не знаю сложно сказать что-то между ты отметился успел отметиться в цска то есть можно сказать что сейчас состоялось твое возвращение в клуб я тренировался где-то здесь полгода я бы сказал с дюблом мне очень радость я хотел сюда попасть и я ждал этого контракта но там подписывали других людей мне еще никак не предлагали не предлагали я стал как бы смотреть изучать другие опции и вот появились штаты и когда я уже решил что я поеду туда тогда мне предложили контракт но я уже сделал свой выбор поэтому не сошлось тогда ну ты говорил что ты провел один год в нс в университете флориды ты вообще собираешься продолжить потом обучение потому что вот очень многие профессиональные игроки там в том же мба когда уходят на ранний драфт потом все равно еще возвращаются в колледж и заканчивают вообще тебя вообще да и об этом думал с удовольствием бы хотел закончить то потому что мне нравилось направление которое которое я выбрал там то есть спортсменеджмент и очень как-то сказать именно университет флориды очень но он специализируется собственно на этому про направлении тоже поэтому да я бы с удовольствием получила диплом почему нет тебя еще нравится учиться я знаю что ты в школе вообще там на физмате ну да занимался в спецшколе да ну как сказать сейчас баскетбол инвалиды научиться это такой вопрос тяжелый но что-то новое узнавать да конечно поэтому ну и вообще считаю что какое-то образование получить надо поэтому да конечно вот и провел год в миге которая славится именно тем что она дает дорогу молодым игрокам что особенного в системе этой команды что позволяет людям прогрессировать вот расскажи что за счет чего ты продвинулся за год как баскетболист на самом деле ответ находится в вопросе который ты сейчас задал это очень уникальный клуб мне кажется он вообще может быть единственный в европе такой который именно на таком серьезном уровне то есть как оба лига да это одна из больших лиг в европе она дает именно молодым игрокам возможность играть показать себя почувствовать уверенность дают какую-то большую роль сразу и собственно за счет этого многие молодые игроки и выстреливают там и дают о себе знать а есть что-то такое интересное в индивидуальной подготовке например да вот они обращают ли они внимание именно на прогресс игроков не только за счет и рада конечно там все насчет на это и нацелено каждый кто туда попадает после проведения времени там один год или два как правило дольше там не задерживается вот они очень сильно прогрессирует делать большой скачок потому что до этого они правило играли где-то в менее серьезных командах может даже детских и здесь как бы они очень многому научаются именно делают вот этот шаг из детского баскетбола во взрослый да конечно на это очень много нацелены там наверное два твоих самых ярких самых интересных удачных матча прошедшего сезона случились в играх против грандов сербского баскетбола партизан если не ошибаюсь был зимой еще да вот и церкви на звезды вот буквально на прошедшей неделе расскажи про эти игры как так получилось что у тебя какая-то особая мотивация на таких сильных соперников ну да конечно мотивация точно повлияло наверное это но также если посмотреть то и в игре против партизаны и в игре против звезды как бы не полный состав был у миги то есть когда играли с партизаном многие заболели это были какие-то травмы и поэтому у меня была как бы возможность сыграть много и также с церкви на звезды я сыграл наверно больше всего в минуту в этом матче вообще-то сезона сыграл 36 или 37 по-моему ни в каком другом матче так много не сыграл вот и просто я чувствовал что я играю свою игру чувствую что игра уверена тренер меня верил и конечно все это совокупности помогло мне сделать то что я сделал ну вот на этот же матч против церкви на звезды на прошлой неделе он был в рамках полуфинала чемпионата сербии и вы тогда сравняли счет всех серии как считаешь вообще был шанс зацепить церкви на звезды создать сенсацию или все-таки наверное такая некоторая случайность получилась ну как сказать я считаю что я в любой матч иду как бы с настроем что я иду выигрывать этот матч поэтому конечно какой-то степени я верю что это возможно да но другой стороны это и правда была сенсация возможно кроме меня там никто другой и не верил что мы выиграем этот матч но это произошло и ну для меня это было что мы в историю записали это навсегда как бы это у нас уже не забрать скажи а вот ты поиграл в сербии год ты чувствуешь себя все-таки игроком одной из команд чемпионата или у тебя есть тут все-таки какое-то такое какая-то симпатия к одной из сторон потому что по большому счету сербия она вот так вот делится на болельщиков нет к сожалению не могу ни одной сторон принять потому что обе команды были моими соперниками в этом году и их рассматривала примерно одинаково обоих надо побеждать понятно ну ты я так понимаю что ты за этот год там прижился в белграде у тебя там живет семья если не ошибаюсь так ли это и расскажи вообще почему вы всей семьей решили оказаться там да все правильно семья мы живет белграде на данный момент находится в белграде им там очень нравится переехали отчасти потому что я переехала туда не знаю возможно сейчас как бы с моим переездом москву возможно не вернуться москву как бы мы еще насчет этого не особо говорили вот посмотрим в москве ты вновь окажешься сам по себе наверное да и ну и там как бы я жил отдельно от них просто как бы да они также жили в белграде со мной у них было свое свое жилье кстати у меня есть тебе семейный вопрос который у нас здесь очень многие задают тебя зовут самсон и это имя довольно редко для россии откуда оно взялось вот ты знаешь эту предысторию до моего прапрадеда звали самсон и извиняюсь прадеда звали самсон и собственно в честь него и назвали довольно замечательным человеком каким-то или так не знаю наверное мама его просто сильно любила она его застала вот и ей понравилось также имя на самом деле моего брата тоже довольно редкое имя димит тоже необычное поэтому вот видимо и родители решили вот так вот выделиться я не знаю ну ты говорил уже о том что ты планировал пойти на драфт ну я думаю что это даже не вопрос твоего желания сколько уже такая достаточно автоматическая история следишь ли ты еще вот за этой вот своей так сказать американской перспективой как какая там ситуация зовут ли тебя например этим летом на какие-то там просмотры как они называются брат комбайны на самом деле честно сказать я мало что знаю потому что этим всем занимается мой агент тяжело сказать что вообще за ситуация сейчас происходит не знаю вот ну как бы я подписываю контракт здесь и планирую быть здесь на следующий минимум два года поэтому думаю что это мало вероятно можешь описать свою игру потому что вот наши болельщики в большинстве своем не видели как ты играешь никто не смотрит чемпионат сербии я подозреваю вот или там не смотрит единицы расскажи как какой-то игрок какие какие твои игровые плюсы и минусы амплуа ну во первых я хочу сказать что и я люблю играть и в нападении в защите я считаю что я довольно силен в обоих концерт его площадке вот что касается нападения я люблю играть быстро то есть там будет забрать мяч самому или получить там от большого и первое как бы цель это попробовать пройти забить самому там да и дальше уже разыгрывать позиционку можно сказать классический край да а да можно сказать что всегда знаете нацелен на атаку заряжен вот прошу бросаю ты известен в том числе своими данками если не ошибаюсь когда какой-то конкурс время выиграл расскажи откуда это в тебе откуда вот желание забивать сверху желание сыграть красиво откуда эта прыгучесть может быть надо даже научишь немножко вот не знаю как могу научить но знаете вот именно убрали все скале желание забивать сверху мне было как-то самых юных лет как я только начинал играть баскетбол я всегда пытался знаете сначала там до сетки допрыгнуть потом до щита и так далее вот и первый танк поставства в 13 лет или же у вас был тогда не знаю думаю наверное 185 может быть где-то так вот еще есть шансы вот я не знаю откуда это пришло мне на самом деле кажется что просто именно вот из-за этого желания из-за того что я пытался постоянно это собственно делать как бы ноги на тренировались наверное прыжок оттуда и пришел потому что знаете я раньше только с одной ноги сверху ставил из двух даже как бы не пытался потому что ну у меня не было такого прыжка с двух вот там в классе в одиннадцатом начал тоже с двух пытаться и знаете последний год у меня сильно вырос прыжок с двух ног тоже просто за счет того что я это пытался делать и делал вот поэтому думаю что это просто приходит с практикой есть какой-то любимый данк у тебя в твоей карьере в моей карьере такой запоминающийся что ты помнишь о там таком матче ну в профессиональной карьере ну у меня один год только профессиональный колледжа но самый запоминающий данк мой был на самом деле в школе мы играли тогда против команды называлась hunting prep почему было очень уникально потому что эта команда хотела меня когда я только уезжал в америку но после и я хотел туда пойти тоже но последний момент они просто как бы продинамили меня я в итоге ушел в другую школу и вот в этот год мы с ними встречаемся и мы обыграли там плюс 25 хотя не ну довольно сильная программа школы много игроков оттуда вышло тоже вот как там майлс бриджес эндрю виггинс и там в отрыве мы уже много вели но все равно я очень-очень танк поставил через их центрового и там было с полом и вся скамейка наш стал ну там очень запоминающиеся да это видео попало в интернет многие увидели это было что такое чумовое а следил ли ты за чемпионатом единой лиги втб этого сезона до следил конечно как тебе плей-офф как тебе финал мне очень понравился на самом деле жалко что убрали наши команды европейских чемпионатов потому что мне кажется такой уровень баскетбола ну точно как бы люди заслуживают увидеть не только в россии по всей европе может миру да да и мне кажется все равно люди следили даже то что это происходило в рамках российского чемпионата очень высокий уровень мне было интересно тем более такая захватывающая была концовка 4 4 3 все 7 матчей сыграли было очень интересно хорошо самсон спасибо тебе большое за эту беседу спасибо вам добро пожаловать подписывайтесь на самсона в социальных сетях следите за его игрой я думаю ты бы нас будешь радовать красивыми момент надеюсь что так будет спасибо большое